7 мая прошла инаугурация Владимира Владимировича Путина, и он официально вступил в должность президента Российской Федерации. Инаугурацию смотрели миллионы россиян, от Калининграда до Владивостока. Но самым пристальным взглядом, подмечая всё до мелочей, её смотрели наши не партнёры и не друзья за рубежом. Потому что от того, что Путин делает или говорит, зависит сегодня не только наше будущее, но и их. И, сдаётся нам, до Запада это начинает доходить. После выборов и до инаугурации в Европе, и за большой лужей, все наперебой начали дружно отрабатывать очередную методичку. А давайте признаем Влада нелегитимным президентом. Навешиваем всем лапши, что выборы прошли с нарушениями. Кое-где потянем сову на глобус, кое-где сплющим, чтобы птица лучше натягивалась. Где-то вообще не грех соврать, и покажем всем русским большой шиш. Большой шиш, например, сразу же показала нам Эстония. В лице своей премьерши Каи Калас она заявила, что не будет называть Путина президентом. «По-моему, я всегда говорю только Путин да Путин. Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», – заявила представительница прибалтийской сверхдержавы. Вслед за ней большой шиш показала нам Литва. Министр иностранных дел Габриэлюс Лансбергис назвал выборы трагическим фарсом. К нему присоединилась и соседка Латвия, представители посольства которой заявили, что «не будут присутствовать на инаугурации главы государства-агрессора, который нападает на все, за что мы выступаем». Международный уголовный суд разыскивает Путина за военные преступления. В Евросоюзе из-за инаугурации вообще произошел раскол. Одни признают, вторые признают, но с натяжкой. Третьи ерепенятся и делают лицо кирпичом. Послы Венгрии, Мальты, Франции, Словакии, Греции на церемонии присутствовали. Германия сделала дипломатический финт ушами и до церемонии отозвала своего посла в связи с какой-то там хакерской атакой, которую, по всей видимости, только посол и мог купировать, а остальные 20 членов ЕС бойкотировали мероприятия. А вместе с ними США, Великобритания и Канада. Но Америка при этом заявила, что хоть и не считает выборы главы государства России честными и справедливыми, сделает нам подачку и признает Владимира Путина президентом страны. Так и быть. Потому что, к большому и к сожалению, у нас есть в наличии ядрен батон, и он с легкостью может транспортироваться от нас с большим приветом на территорию США, если вдруг дрогнет рука у кого-нибудь из наших ракетных войск. The Wall Street Journal о церемонии вступления в должность президента РФ написала, что Россия теперь возьмет ориентацию на союз с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Sky News посвятила мероприятию целый репортаж и вспомнили зачем-то нашу историю, написав, что Владимир Путин догнал Сталина по времени нахождения на посту главы государства, а по окончании срока догонит и Екатерину Великую. Sky News признают, что уровень поддержки президента в России с цифрами 87% реальный. Но это все из-за того, что оказывается, Кремль полностью контролирует медиапространство, и наши люди сидят на жесткой информационной диете. В общем, это не свободная воля из явления, а под дулом у виска. Спасибо, что просветили. Мы не могли этого знать. Мы на диете. В британской Daily Mail Путина назвали диктатором, который поклялся 20 лет назад сохранять и развивать демократию и заботиться о России, но ничего не выполнил, потому что втянул свою страну в полномасштабную войну и жестко подавил всю оппозицию либо арестом, либо физическим устранением. Но в газете открыты комментарии, и они наглядно показывают, что именно думают простые люди в Британии. Он – Путин. Стоит на страже своей страны и ее народа, а не чужого кармана, как большинство западных режимов. Готов поспорить, что многие там благовеют перед Путиным, хотя они признают этого публично. Проблема Запада в том, что из-за своей неоколониальной чванливости и высокомерия он нажил себе врага в лице России, и теперь он тонет в бессильной ненависти и злобе, наблюдая, как Россия процветает, несмотря на навязанную ей войну. Британия потерпела поражение. Вся суть этой провокации против России заключалась в смене режима. Я надеюсь, что Путин победит. Меня тошнит от этой «важной» войны, которую нам навязало наше правительство. И зная, что они лгут о Ближнем Востоке, я уверен, что они лгут и там. Наше реальное выживание зависит от того, насколько этот человек будет терпим к поджигателям войны на Западе. Опять же, британская, но уже The Mirror, выпустила статью под заколовком на инаугурации Владимира Путина лидер Кремля выступил с устрашающей угрозой из 10 слов в адрес Запада. Угрозу в адрес Запада они усмотрели в словах Путина, что судьбу России мы будем определять только мы сами. Потом The Mirror вообще нагнал страха и ужаса, дальше процитировав Владимира Владимировича, который сказал, «Я сделаю всё возможное, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Мы единая и великая нация, и вместе мы преодолеем все препятствия и осуществим всё, о чём мечтаем. Вместе мы победим». В The Mirror назвали эти слова «Путин пригрозил» и упали в беспамятстве от страха непонятно от чего. Издание «Политика» намекает, что Кремль ждут перемены, и только время покажет, как далеко российский лидер готов зайти в смене своей стареющей старой гвардии и называет инаугурацию днём сурка. Однако признаёт, что взятый курс в политике сменён не будет. Как сказал на это вот всё политолог Сергей Марков, подведя под всеми высказываниями западных СМИ жирную точку. «Силу почувствовали, силу не только Путина, но и силу тысячелетней русской государственности. Теперь только так. Ловите каждое слово нашего президента, потому что может оказаться, что это будет последним, что вы услышите». Друзья, хотим напомнить, что наша команда остаётся на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим. Реквизиты для поддержки в описании к видео.